вы слушаете авторскую программу михаила лобковского взрослым а взрослых дорогие друзья здрасте дорогая мари добрый вечер дорогой михаил как вы поживаете неплохо-неплохо мари ваши чувства изменились пятилетнего возраста вы не поверите вы меня не узнаете даже вот об этом мы сегодня поговорим мы поговорим о том насколько у людей с возрастом меняются эмоции ну давайте разберем какие-то простые такие эмоции которые как бы все испытывает например чувство страха любовь чувство радости счастья чувство одиночества и так далее но вы можете свои добавить по ходу пьесы то есть это несколько вопрос и ответа наверно хотя если будут вопросы я с удовольствием на них отвечу в основном это история о том как с возрастом но мне не нужна теория я тут недавно наткнулся не один друг из перми откуда я вернулся кстати вчера позавчера прислал видео когда еще был молодой и делал я же ни у кого не беру интервью море вы обратили внимание обычно беру вас по молодости я брал интервью у сергея тихоновича огаркова был такой великий но не великий ладно выдающийся сексолог наверно самый главный в россии сексолог потому что лично под него психфак мгу сделал кафедру сексологии вот мы с ним на красный эту тему разговаривали когда его спросил сергей тихонович почему с возрастом люди не так любят 60 как 18 он говорит михаил вы понимаете какое дело гормоны затухают и тут уже ничего не поделаешь но на самом деле не все так просто как думал среди тихонович у некоторых только жить начинает некоторые же начинают отделять любовь от зависимости там это кстати любимая тема нас уже многие годы я раньше же про секс сделать передачи 100 лет не делаю я к нему пристал с вопросом что секс любовь и без любви это как бы два разных занятий скопика вообще никакого отношения с с любви не имеет смешно поговорили а значит про секс не надо друзья мои это я так вспомнил просто а вот про то как и менялись ваши чувства с возрастом вот об этом мы поговорим вот смотрите уже взяли романтический оборот денис пишет денису 37 лет михаэл я стал очень рационален к своим годам знакомство похоже на собеседование с целью понятия нравится не нравится моя романтичность за прошлые годы вообще выгорело до пепла можно может ли быть полезным попробовать влюбиться в девушку также безбашенно как в 19 вот читаю как написано или сейчас это уже не нужно и невозможно и будет просто нежеланием реально смотреть на женщину и ситуацию знаете вы попробуйте я-то обеими руками за и но короче говоря вчера парень говорит следующее на лекции в нижнем новгороде он говорит михаэл на такая история я когда вижу девушкой а мы могу в ней влюбиться когда я начинаю с ней общаться я не уже никак не отношусь что это и что с этим делать так вот денис я им объяснил что проблема в том чтобы низкая самооценка и как только девушка становится его девушкой у нее пропадает интерес вот так многих людей бывает который не любит себя потому что пока это как бы не моя девушка она мне нравится я влюбленный хочу не могу как только договорит да пожалуйста берите на здоровье года спасибо не надо потому что это уже девушка становится твоей а ты себя не очень любишь а раз ты себя не очень любишь что ты девушку тоже очень не любишь я так понимаю у нас зависли телефона а вы позвоните 30 стоя один и вот москвы 495 а вот а что то и александру машу сейчас сейчас попробуем михаил здравствуйте я не помню ответили вы на мой вопрос или нет но я повторяю как заставить себя делать то что приносит деньги они заниматься всякой хренью как пишет наш слушатель еще пожалуйста как заниматься тем что приносит деньги нет давай но как заставить себя делать то что приносит деньги они заниматься всякой хренью вот хренью приятно похоже заниматься на денег она не приносит но в моем случае и я это проповедую что приносит деньги больше боль больше всего деньги переносят то что вы именно любите и нет такой хрени как вы выражаете который не приносит деньги но вот янкер психолог до психологи как вы сами знаете не самые высокооплачиваемые профессии в мире я не жалуюсь вполне удовлетворяет сколько здесь зарабатываю вот другой вопрос считаете в это хрень или не считаете это как бы уже ваше право но это так добрый вечер михаил меня зовут виктор у меня проблема такая женой развелись но я и очень люблю никак не могу забыть вот как не за это состояние выйти никак не могу уже прошло четвертый месяц я прям все место нахожу но виктор прямо бедный задыхается ему отвечу на вопрос хотя это не по теме виктор а вы развелись по инициативе жены то есть я правильно понимаю рассказывать там ситуация значит у меня дети футболиста заниматься футбольной команде и она загулял с тренером футбольным из школы где занимаются дети в него любилась я понял у меня к вам простой вопрос скажите пожалуйста а зачем вам человек который вас не любит это можно вернуть как то что ты вам это зачем да не зачем просто люблю без него не могу поводка но вот я вам объясняю что к сожалению это то что вы рассказываете любви не имеет никакого отношения такая наркоманская зависимость почему спросите вы объясню в здоровом смысле любовь испытывает здоровые люди тогда когда это взаимно а что происходит когда это не взаимно происходит детская история когда ребенок любит маму и папу но при этом он не знает любит ли они его бывает так что они себя очень жестко ведут агрессивные истеричные холодные какие угодно и ребенок начинает страдать он начинает за ними бегать обращать на себя внимание кто-то хулиганин кто-то в одни пятерки учиться каждый таскать но мило своих меру своих особенностей проявляет эту зависимость и когда человек вырастает дорогой мой вот как вы уже взрослым становится ему чтобы полюбить другого надо пострадать и наоборот когда вот так происходит как у вас когда жена вас не любит влюбил сообщил другого человека то вас только еще больше обостряется желание вернуть почему а вы и в детстве это уже испытывали вы бегали за мамой с папой они видимо не обращали на вас внимание сейчас утрирую но примерно так это даже вот и ровно в виде выглядит потом они вас любили но как могли не так как ребенок ожидает и это кстати огромные проблемы для миллионов людей во всем мире потому что люди с таким бэкграундом люди которые вот так вот страдали прямо с рождения получается что они всю жизнь как бы обречены на то чтобы любить безответно бегать за человеком пытаться его вернуть мы короче такие грустные истории более того когда этот человек не дай бог развернется к вам лицом скоро добери да это вот сейчас уже не надо не люблю и это проблема такая я бы сказал наркоманская как эту проблему решить во первых вам надо перестать играть любовь и не рассказывай что я люблю не могу без нее жить а сказать себе что у меня к сожалению такая проблема психологическая мне очень надо заморочиться не нужно пострадать и так как моя жена мне это все дает вот поэтому я хочу ее вернуть а на самом деле по моему третьему правило вы должны были один раз сказать жене потому что жена на ровном месте ни в кого не влюбляется сначала вас должны были быть проблемы и так в семье для того чтобы она в квадру любил что там из ситуации повторится я уйду она повторяется вы уходите и вы таким образом меняете свое либидо когда ваше либидо вы поменяете вообще забудет как жена выглядит так что я вам советую не тратить на это время а пойти к психологу если вам тяжело это одному перенести и постепенно соскакивать с этой в общем-то нездоровой истории друзья мои я напоминаю я конечно помог человеку ему плохо было вы давайте все-таки поговорим о том как наше чувство как наши эмоции в принципе это одно и то же слово меняется с возрастом добрый вечер здрасте алло добрый вечер меня зовут виктория очень рада что она звонит с удовольствием слышу вашу передачу спасибо большое михаил он вы знаете то чтобы вопрос но быть такой небольшой комментарий к вашей теме я очень 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 люблю всю свою семью у меня трое детей у меня чудесный муж мудрии когда мы с ним познакомились 10 лет назад там была такая любовь прям вообще там друг на друга смотрели потом начался такой период когда люди вот в одну сторону нет антуана сэм тэкзетерий совершенно верно ну вот как-то правильно себя вот ну как все нам как-то правильный хорошо я люблю не меньше мне кажется даже больше но в связи со своей занятостью постоянно стоян и он заняты я бы не так уже у меня все меньше и меньше шансов знаете выказать ему свою любовь и мне кажется что я к нему немного охладила по крайней мере мои поведенческие моменты какие-то они об этом говорят вот и иногда никогда не ссоримся это проблема нормально да ну вот мне кажется что ему кажется что я его люблю меньше ваш муж вам об этом говорил нет никогда мне такого не говорит никогда и мы с ним как-то он чувствует меня знаменитый анекдот когда в семье родился ребенок не мой водили по врачам расселять но и мы не знаем но он не разговаривает да он у вас не разговаривает он не мой и когда ребенка было пять лет они сидели за столом и вдруг ребенок говорит соль передайте пожалуйста будут родители в обрак падает потом соль га цена кашу что раньше молчал раньше все устраивало вот если ваш муж ничего не говорит на счет все устраивает что муж не жалуются вас не устраивает слушайте вы знаете люди живут так как они хотят жить никакой занятости нет вас никто не заставляет не вас не можно работать больше чем когда вы познакомились у вас такая жизнь она вас видимо устраивает вам все это нравится но вы так живете а то было мне один знакомый олигарх который старик вот бросить бы все что бывает важнее дружба но извини слушай мы завтра договорились я помню встретиться я не смогу у меня с немцами серьезные переговоры я таких людей знаю видел люди всегда выбирают то что им нравится чтобы они при этом вам не рассказывали что они бы все плюнули бы вот как в этом найти мужчина который моет туалеты в аэропорту как задолбало все говорит дерьмо кругом одно уже запись воняет этот уже столько лет работает но все не могу добросает из авиации дашь нам пишет мне кажется пишет даша я как была истеричкой 8-10 лет назад так и осталось в детстве мама говорила что надо таблеточки пить сейчас жених убеждает в том что у меня психические отклонения право да да вот и жесткое какое сообщение и даша так себе жестко мне 31 получается что я не переросла давайте михаил ответим дальше 0 дальше можно ответить вот что давайте не даша не и мама не и жених не будут ставить дальше диагноз тем более по фотографии давайте предложим даша если она сама считает что у нее есть проблемы сходить к доктору под названием психиатр и поговорить есть у нее проблемы или нету потому что если есть то врач расскажет если нету то врач передаст привет родным и близким дальше правильно правильно добрый вечер здрасте здравствуйте михаил здравствуйте марин а я бы хотел поделиться своими ощущениями на данные на данную тему мне 30 лет я из города ростова на данной и я бы хотела сказать что я родилась в такой неблагополучной семье у меня отец алкоголик мама не в роте вот и тяжелое детство было и естественно было много страхов много плохих эмоций в детстве вот и с возрастом они проходят то есть я становлюсь более уверенной в себе я перестала бояться а вот приятные хорошие радостные ощущения у меня на таком же уровне как были раньше то есть я с удовольствием праздную все праздники какие-то у меня хорошие все дни проходят удовольствием я радуюсь погоде у меня прекрасно и я его по-прежнему люблю спустя 10 лет спасибо большое ну вам 30 лет еще сравнивать то а вот тут с этим насчет дня рождения хочу прочитать вам одно сообщение мне 28 лет вспоминая как в детстве обожала день рождения и предвкушала праздник стрепетом думал что мне подарит чувство дня рождения были особенными и она безвозвратно а чувство дня рождения было особенным и она безвозвратно ушло когда я выросла примерно с 25 я вообще не люблю этот день это что-нибудь не значит спрашивать вера и екатеринбург и конечно вера это значит что у вас а низкая самооценка вы не очень любите себя и б у вас не очень для вас как вы считаете счастливая жизнь поэтому я понимаю что вы как многие девушки думаете что в 30 жизнь закончится вам уже 2 28 вот мальчики пытаются себя похоронить уже в 40 или в 40 вообще не отмечают дни рождения но нет и причина причина недовольство собой своей жизни люди довольны собой и люди довольны своей жизни всегда с радостью ждут своего дня рождения и для них это действительно праздник потому что они родились в этот день и при высокой самооценке но да им это нравится все это же их праздник а когда вот самооценка невысокая жизнь не очень тогда конечно хочется забыть про этот поганый день добрый вечер здрасте здравствуйте здравствуйте меня антон зовут вот в тему как раз история из жизни и как следствие вопрос вот я помню себя когда был моложе ну гораздо ну и сейчас не старый там 34 года мне но когда мне было там лет восемнадцать-двадцать ну парень я был веселый песни пляски шутки прибаутки душа компании и примерно в то время с женой познакомился своей сейчас уже прошло того времени ну достаточно много лет и я за собой замечаю что стал я каким-то ну не не унылым далеко не унылым но все равно поле более сдержанным не таким видом себя сами чувствуете уныло или нормально периодически то уныло то нормально бывают как бы про проблески в настроении проблески в общении семьей то есть ну помимо но подождите антон раз вы говорите слова проблески то фон чё фиговый такой что ли но смотрите когда человек проблески то типа фон фиговый фон а на фоне фиговым есть проблески или я неправильно понимаю нет нет ни чуть чуть неправильно да то есть но в душе я всегда всегда весел и бодр но проблема как раз с выражением этих чувств то есть тогда когда нужно ну это чувство отпустить и веселиться радоваться жизни как я это делал раньше сейчас это не получается непонятно почему то есть когда я прихожу домой меня дома встречает любимая жена двое прекрасных детей я этому рад я этому корт меня есть внутри эмоции но они как-то внутри не всегда получается чтобы они вышли и приносили радость в окружении я ради главное что вы это чувствуете проблема вот именно с выражением этих чувств да потому что периодически и от жены слышу ну что ты улыбнись хотя бы ну я в душе улыбаюсь но лицо как бы она ну не улыбается я говорю я рад ну ты горит ну улыбни ну хотя бы кроме тебя кто-то еще знает что ты рада спасибо антон смотреть какая история я приведу очень интересный пример это из области наверное даже не психология физиология значит представьте себе годовалого ребенка который случайно пальчиком дотрагивается до горячего чайника просто вот площадь соприкосновения пальца и кипятка но у чайника горячего один квадратный миллиметр миллиметр что происходит с ребенком у нее начинается истерика он валится на пол он сушит руками и ногами кричит до посинения рыдает у него истерика и так далее вовсе успокаивает дует на пальчик сейчас берут на руки и так дальше теперь представьте себе 30-летнего мужчину который тоже с такой же площади даже больший мне палец больше 4 квадратных миллиметра ошпаривает себе палец о кипяток или отчаяния горячий уж и будет на пол валится он будет орать нет у него первых боль будет локализоваться только в пальце притом вместе ожога во вторых он там я не знаю под холодную воду поставит будет там маслом смазывать дуть но он не будет при этом не кричать ничего не делать почему что он более выдержанный один даже не в этом но во первых психика действительно в 30 лет не такая как в год то есть она гораздо стабильнее и она контролирует твои эмоции но самое главное не это у людей есть нервные волокна которые проводят нервные сигналы в частности вот когда вы шпариваете палец то то туда все задействовано мозг центральной нервной системы периферическая нервное окончание в пальцах и так далее так вот они это нервные волокна покрывается изоля изолятором изолятором служит белковая оболочка мили новая она называется так вот в год а нервные волокна они не изолированы поэтому вот этот сигнал болевой он не локальный он распространяется действительно по всему телу грудного ребенка а в 30 лет он заканчивается прямо в этом же пальце дальше он никуда не идет и это я вам рассказал про физиологию она влияет на наши эмоции естественно тоже так как переживает пятилетний ребенок подросток какие-то я не знаю что что в жизни там подарки какие-то ощущения счастья радости конечно не сопоставимо не с тем как он выражает привет антону не с тем что он чувствует с тем как это испытывает взрослый человек и здесь кроме эмоций и гормонов есть еще вот такая филологическая особенность как выглядит нервные волокна проводники сигналов у взрослого и ребенка поехали дальше марина спрашивает михаилу я в детстве сильно любила родители была привязана к ним сейчас мне 44 с 18 лет живу отдельно постепенно от них отдаляясь недавно я поняла что ничего не испытываю к ним особенно к отцу когда приезжаю к ним на несколько дней они начинают меня раздражать что со мной не так ну мне только предположить возможно я же с марина не разговариваю я читаю это даже не я читаю это море читает история следующий привязанность в детстве у всех детей носят животный характер то есть все звери и люди тоже биологически привязаны к родителям но избыточная привязанность может быть связано со страхом то есть ребенок мог остаться один или что-то еще люди нервные родители и он не просто привязан а как бы патологически я знаю детей у которых температура поднималась когда мать уходила в магазин это такой нервный компонент это не про такую вселенскую любовь ребенка к маме а это жуткий страх и тревога заставляющие еще больше прижиматься к родителям и быть от них зависима когда человек повзрослел это ушло и тут оказалось что мы не совсем близкие люди так бывает грустно но мы через пару минут поговорим и об этом тоже вы слушаете авторскую программу михаила лапковского взрослым а взрослых друзья продолжаем разговор о том как меняется наше чувство с возрастом ну кое-что я рассказал вы тоже кое-что рассказали поехали дальше телефончик у нас семьсот тридцать стоя один добрый вечер алло здрасте алло да да алло Михаил здравствуйте здравствуйте алло да 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 мы вас прекрасно из Нижнего Новгорода мне 46 лет вот спасибо вам большое за все что вы делаете были вчера на лекции то нет не была почему к сожалению ну так сложились обстоятельства у сына был день рождения вот не получилось к сожалению я знаете хочу сказать так как у нас сегодня тема про эмоции вот у меня с годами эмоции не меняются я может быть восторженная дурочка но я 46 лет обожаю свой день рождения обожаю новый год всегда жду его как огромный сказочный праздник вот хотя в моей жизни было очень много потерь и предательства всего остального но я как-то вот то ли я неисправимый оптимист то ли не знаю вот так я хотела поделиться спасибо вы очень стрессоустойчивый видимо и у вас такой счастливый характер Маша из Москвы подскажите что делать с патологической ревностью к неприятию моей жизни моим парнем а именно друзья моя тяга к искусству общение с интересными людьми встречаемся полтора года живем вместе я уже сменила род деятельности на еще один любимый род деятельности но этот род деятельности асоциальная а я нуждаюсь в людях чувствую себя не целостной разговоры ведем два ведем раз в два месяца стабильно после приступов и они учащаются самая неревнивая от слова совсем и что делать не знаю но есть два варианта наслаждаться дальше этим удовольствием если прекратить наслаждаться этим удовольствием что не надо делать не надо никого перевоспитывать раз и второе не надо терпеть то что вам неприятно 2 а дальше у вас есть два варианта или это не ваш парень или вам уже все нравится выбирайте сами поехали дальше добрый вечер здрасте меня зовут евгения я из москвы мне 33 года двое деток и у меня по какой-то причине раньше я очень была жизнерадостным ребенком но по какой-то причине происходит так что эмоции начали гаснуть либо я их подавила ли я боюсь их проявлять но выходит так что я вот каждый день рождения когда праздник у меня абсолютный ступор и вот эмоции ну вот боюсь высказывать не знаю с чем вы не испытываете или боитесь их проявлять о чем речь идет я их испытываю но по какой-то причине я их гашу внутри в общем что происходит вы считаете что неуместно что вы не ребенок или что какие-то идеи у вас есть по этому поводу ну как-то интуитивно происходит может быть меня в детстве очень я подавленные национально подавленные просто подавленные эмоции поэтому нового здесь не произошло а как и вот их проявить так чтобы это было мне самой комфортно не знаю понимаете очень сложно вам для этого нужно перестать ориентироваться на окружающих людей вам надо ориентироваться только на свои эмоции одна из причин подавления эмоций людьми когда они думают ну как бы они себя рассматривают глазами окружающих что это странно выглядит это неуместно люди не поймут и так далее вот если вы это уберете из своей головы оставите только себя и свои чувства все будет получаться тимур город санкт-петербург с возрастом михаил появилась любовь к стратегии мне нравится планировать на несколько лет вперед люблю откладывать деньги а также появилось новое чувство глубокого удовлетворения от выполненных планов мне и раньше кстати такого не было ну и слава богу что раньше не было а не то что сейчас появилась дальше поехали в пять лет планировали на 29 я был такой мальчик в школе когда я учился он был я помнага на 2 младше он все время копил деньги я его помню класса с четвертого или с пятого и он эти деньги все время засовывал в книги а потом они приехали на другую квартиру собрали все вещи книги все упаковали потом переехали все распаковали книги все поставили и тут выяснилось что ни в одной книге нет ни копейки денег и парень получил в возрасте там 10-11 лет стресс на уровне какого-то миллиардера который в день разорился он конечно не посидел в пятом классе но на него было больно смотреть он страдал никто не мог ему сказать где его деньги не нашли никто ну там можно же фантазировать и гадать грузчики не грузчики но факт то что когда они переехали он по привычке залез в книжки а там только на белой бумаге черные знаки и ни одного водяного так я перестал читать добрый вечер здравствуйте да здравствуйте михаил здравствуйте меня зовут лиля мне 35 лет я из москвы я никак не могу радоваться жизнью было очень тяжелый развод год назад и никак не могу восстановиться и не могу отстаивать свои какие-то желания потому что развод было с дележкой имущества я мужу отдала одну четвертую в таунхаусе где он сейчас проживает со своей любовницей а он мне отдал пол квартиры я живу сейчас со своей свекровью бывшей свекровь назначила смыслом жизни в начале нашу семью а потом когда брак распался сейчас моего младшего сына и практически меня не подпускает и я почему-то впала в такой ступор что я не могу взять ответственность за своего ребенка там делать с ним уроки это делает свекровь и она решила что вот он у ребенок вот смысл ее жизни и я конечно не уже такая психосоматика сейчас полезно я все равно молчу и ничего не могу просто даже не знаю что делать как-то ей противостоять а вы можете как-то разъехаться с бывшими родственниками понимаете но продавать квартиру а так как мы теперь два собственника со свекровью ну достаточно проблематично вот нужно же ее наверное какое-то согласие ну чтобы продать пол квартиры и вот сделка была не так давно мены интересно дело в том что как сказать я даже не знаю как комментировать вы живете в ну в таких я бы сказал просто скотских условиях и место чтобы решить проблему за пять минут сейчас будет разговор о том что мы деньги потеряем да если мы сейчас ее продадим без ее согласия вы это хотите сказать или что ну и да я понимаю что конечно я куплю на эти деньги только какую-то однокомнатную моя большая ошибка что я 12 лет не работала да сейчас вышла естественно на работу администратора в медицинскую клинику вот зарплата меня такая небольшая в 40 тысяч рублей то есть какую-то ипотеку я просто не потяну вы знаете я хочу вам вот что сказать когда человек попадает в яму ему дается один только совет хотя бы перестать копать на этом мы закончим вектория добрый день когда мне было двадцать двадцать пять двадцать восемь мне казалось что должен быть мужчина нужно создать семью а потом у меня случился неудачный брак детей в браке нет но мне 33 и я теперь думаю что вообще не создана для совместной жизни бывают ведь люди которые не созданы или вообще не способны ужиться что вы думаете по этому поводу мне кажется гостевой брак пишет виктория это нормально я его еще как-то допускаю но вот совместной жизни в общем с возрастом вообще приходит у меня вопрос а надо ли это к слову о том как изменилось видение я думаю о том что виктории надо было посетить мои две лекции одна называлась как пережить крах а вторая как жить не оглядываясь назад они немножко кстати в питере будет на эту тему в феврале правда лекция значит я хочу сказать дорогая виктория что вы демонстрируете сначала вас было желание чтобы в жизни появился мужчина семья и бла-бла-бла то есть вы этого хотели потом когда все это оказалось неудачным вы испугались что у вас это не получается надо сказать что любой развод это психотравма для любого участника развода потому что люди хотели что-то построить и у них все это разрушилось и вот чувство краха и невозможности и неверие в то что вы можете быть счастливы вы можете иметь нормальную семью нормальные отношения заставляет вас обесценив все это в голове как это выглядит может нет вообще не на может вообще не мое ну а что вы можете еще сказать если у вас не получился брак это страх вас заставляет так считать а на самом деле есть очень многие люди которые абсолютно счастливы в браке вот мы мариша помните у нас были звонки я ли муж любимые дети обожаемые домой прихожу мужик тоже говорит не помню антон нет не антон наоборот все плохо вот меня встречает любимая жена двое детей я как бы счастлив и таких примеров очень много но вы из-за страха решили чтобы вам даже никто не тянуло в ту сторону сказать да мне это вообще не надо это было уже во несколько 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 да мне не надо да я не собирался поэтому поехали дальше добрый вечер вы в эфире говорите пожалуйста а вот хотела бы рассказать свою историю а вот мы с мужем раньше не могли как бы ужиться и десять лет мы с ним не находили общий язык постоянно там ругались все что то и в итоге спустя вот 10 11 лет мы поженились вот буквально на той неделе я вас поздравляю да спасибо хотела рассказать что сейчас как-то наши эмоции угомонились мы остепенились я не знаю ну вот такая вот история и мы спокойно дружим живем вместе и у нас есть дочка 11 лет ей вот Катюшка и вот у нее эмоции по отношению к папе как бы и такая она уже как бы взрослая и как бы ведет себя с ним ну как бы посылает все время его потому что ну мы вместе не жили теперь мы живем вместе у нее как бы она его любит но все равно какая-то такая типа нелюбовь она им говорит это там не люблю такие фразы можно сказать я вот думаю это вообще с возрастом в дальнейшем у нее поменяется отношение к папе вообще то есть вы решили что вся семья должна пойти по вашему пути сначала плохо потом хорошо да но может быть может поменяться она повзрослеет поймет что папа и мама просто имели проблемы и поэтому вместе не жили и отпустят эту ситуацию наверное обидно что папа с ней не жил поэтому она так себя ведет ну да просто папе тоже обидно он ее любит она такие вещи обидные говорит ему как бы ее за это ну не ругаем естественно вы знаете а у нее месячные начались уже ну нет она вообще вот я думаю может быть пубертат да это может быть пубертат она в него медленно вступает и потом ее отпустят когда она успокоится но тут ничего специально делать не надо папа должен вести себя ну нормально естественно специально не пытаться ребенку что-то делать чтобы завоевать его любовь а вести себя хочет делает не хочет не делает и отношения должны сами разрулиться и построиться добрый вечер 730 101 здравствуйте 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 блин так неожиданно я даже не знаю что у меня уже в эфир выглядел у меня хотел вопрос такой задать интересно с чем связано отсутствие радости допустим есть какой-нибудь праздник там проявляется раньше когда я был допустим поменьше у меня какая-то радость такая искренность достаточно а сейчас вообще никаких эмоций нет просто как бы на среднем уровне а ну типа день рождения ништяк типа рассказываю объясняю судя по голосу слов блин после каждого предложения это молодой человек что происходит есть такое понятие психологии психиатрии остыне пути здоровы спасибо вот тут новый год как раз и остыни значит остыни это снижение жизненного тонуса снижение эмоций когда человек достаточно вяло реагирует на окружающий мир спокойно со снижением именно тонуса к сожалению остыни перерастает в депрессию а там еще хуже все становится в депрессии человек сужает свой мир до какой-то одной проблемы и кроме этой проблемы не видит ничего вообще а при остыне который перед депрессией обычно просто есть такой фильм астенический синдром по сценарию моего знакомого саша забыл как его фамилия кстати вошел в что-то в 100 лучших видов мира я так не сказал саша петрова так не нет скажу у него сценарист у него до школы и сына мета наверное нет это не мой товарищ ему под 90 но вспомнил скорее мы с ним ровесники ну вот и короче говоря я думаю что когда человеку не радует ничего одно дело вы не путайте да разные вещи друзья мои если вы переживаете что у вас день рождения не радуетесь это одна история если вы вообще всему не очень рады все такое серое все такое поблекшее как говорит приезжайте у вас будет помните такой анекдот есть сетчик веселенький говорит приезжайте обхохочитесь вот поэтому короче это вот остальные может быть продолжим через несколько минут взрослым о взрослых я обожаю кстати программу я хочу сказать про Олега Нестерова у меня есть такой канал время как у многих у вас есть мой канал время стыдно признаться и у нее есть передача полной моей памяти где он приглашает музыкантов они рассказывают во первых ну я обожаю эту передачу саму и меня потрясла биография Лаймы Вайхоли которая там была в плену где менты застрелили ее музыканта другому пробили горло насквозь пулей она была на себе так вот не подумаешь про женщину и вот такие истории интересные ну короче надо смотреть очень интересный парень или хместер прямо скажу соглашусь всем вечера сегодня добрый вечер здрасьте здравствуйте говорите пожалуйста меня зовут николай мне 35 я из сургута у меня вопрос может быть не совсем идет в тему вашей сегодня нашей передачи да вопрос в следующем у меня двое детей и супруга как и я тоже участвует в их воспитании естественно вот но проблема в том что супруга воспитывает их по тому же образу и подобию по которому воспитывали ее то есть допустим был такой случай когда моей супруге было 15 лет ее мать скажем так теща моя была не сильно против того что она забрала документы из техникума и ушла учиться на ноготки как это сейчас называют вот я естественно дыхтевый мастер вы не поняли ноготочки да ноготочки ноготочки будь они неладны вот сейчас моему сыну 7 лет он первоклассник и вот я придя с работы смотрю что он у меня спит вот я у супруги спрашиваю а что он спит то вы уроки сделали она говорит нет он сильно устал поэтому пусть уроки сделает вопрос ну как да вопрос задавайте а вот вопрос в чем а вот когда я жене на это указываю что как бы давай пусть он сначала уроки сделай потом уже все вот это вот начинается скандал ну у вас разные взгляды не 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 я на стороне жены вашей так это вообще дело вашего ребенка как он учится пока он хорошо учится он делает что он хочет есть у вас проблемы со школы тогда и будете заниматься уроками вам какая разница спит он или уроки делает вам зачем смотрите мне это мне вот зачем ребенок не это мой ребенок это не соседский ребенок мне не все равно вот он очень плохо пишет настолько плохо пишет что даже учителя делают ну учительница что первый все мальчики что у них моторика не развита мелко и чего нет ну что так убивать написание про написание это только лишь один пример примеров таких масса то есть я допустим что-то говорю сделай так а не а не так тут же мама начинает вставать на дп и а это уже другая история потому что у вас женой конфликт а ребенок между прочим у вас не за ребенка конфликт а друг из-за друга а ребенка вы используете в качестве манипуляции и выжима если вы этим интересуетесь еще какие вопросы так вот что делает а то есть получается что супруга моя тянет развитие ребенка назад вот а я наоборот хочу у вас конкретный конфликт вы друг и не любите говоря по-русски и у вас все время конфликты и вы ребенка используете я это понял я вам советую как более умному человеку уступить супруге вот это будет мудрое решение но вот к сожалению во многих семьях все у них людей не разногласия воспитания а таким образом они выражают свои несогласия друг с другом